Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача Камертон о культурных событиях нашего города. В этом выпуске вы увидите. Национальный симфонический оркестр представил серию концертов с приглашенными дирижерами из Германии, России и Израиля. В филармонии выступила органистка из Японии Хироко Иноуэ. Эбро, рисование на песке, арт-терапия и многое другое можно изучить в арт-студии «Груша». На камерной сцене русского драматического театра состоялась премьера спектакля «Ставангер» по одноименной пьесе современного молодого драматурга Марины Крапивиной. Солистка калининградской филармонии, японская органистка Хироко Иноуэ дала сольный концерт в Уфе. По-моему, второй или третий раз. Я очень люблю Уфу, потому что орган здесь очень хороший, в очень хорошем состоянии. Хотя сегодня мастер сказал, что ни разу не был ремонт в течение 30 лет. Это исключительно, наверное, шепетивное отношение к инструменту. Наверное, вот это все сказывается. Я к органу пришла благодаря, наверное, любви к баху. Как все, начала играть на рояле, потом настолько углубилась в творчество баха, и я тогда как-то шла мимо класса органов в Москве, услышала органный звук и поняла, что можно играть на органе. А орган тогда для меня был такой божественный, небесный инструмент, что даже как-то страшно просто так подойти, что у меня не был шанс. И вот, услышав вот этот звук, я просто пошла к педагогу, сказала, что я очень-очень хочу, и так все началось. Истории и традиции. Конечно, русская фортепианная школа – это вершина фортепианной школы в мире. Да, очень много пианистов из Китая, из Японии, азиатов очень много выигрывает в конкурсах, в конкурсах крупнейших. Но то, что я увидела именно у русских музыкантов, это не просто техника, да, которая, ну, блистая техника, а именно художественный образ, да, что я именно хотела прикасаться, и если есть возможность впитать в себе вот эту культуру. Есть замечательный конкурс, это международный конкурс, который проходит раз в два года. Да, и я поехала, и, ну, конечно, много признаний, много общения, и через год меня просто пригласили на гастроли, сонный концерт сыграть. После концерта я настолько счастлива, что сказала, что какое счастье у органиста, который здесь работает. Это я сказала не директору, а мастеру органного простому человеку, да. И, видимо, вот это слово дошло до начальства, и потом они начали звонить и так далее. Я без сомнения сразу согласилась, что в город я была влюблена, орган очень красивый, и стоит бывшая кирха, то есть, ну, все же Калининград, это, наверное, немножко отличается от России, да, и вот географические положения, и вот культура сама очень близко именно к духу органного. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы помните, какой восторг вызывало рисование в детстве? В Уфе открылась арт-студия «Груша», где можно изучить все виды искусства и детям, и взрослым. Идея студии созревала давно, хотелось передать свой жизненный опыт и профессиональный, и я старалась тоже здесь объединить людей, профессионалов, художников, психологов, декоративно-прикладного искусства, которое в себя берет очень много направлений, это и песком рисование, это и рисование на стекле, на воде, на ткани. Мне кажется, каждый может проявить себя. Я для себя вообще открыла эту студию как вот новый формат в городе, то есть до этого как-то я даже не слышала, где есть сразу в одном месте несколько, ну, занятий, таких, которые могут развивать творческий потенциал не только взрослых, но и уже детей с малого возраста. То есть современные мамы, они хотят как-то еще все больше развивать своих детей, особенно в творческом плане. Наши педагоги все уникальные личности, заслуженные художники не только Башкирия, так и России. Какая-то ясная цель, что человек хочет, чем он хочет научиться, ребенок или взрослый, может прийти к нам и осуществить свое миску. Академический рисунок – это фундамент, основа всех творческих профессий, потому что все, что нас окружает, это все проходит через художников. Это декоративно-прикладное творчество, художественный вкус, он должен присутствовать, чтобы получились не просто вещи кустарного плана, а художественные произведения. Валянием занимаются детки с трех лет, старше, также взрослые. Можно свалять и тапочки, и жилетки какие-то, и шали, и варежки для себя. Узелковый батик, то есть была белая ткань, вот таким образом мы его завязываем, узелочки завязываем, красим, а потом получаем очень красивые вещи. В песке самое интересное – это то, что одно изображение может переходить в другое. Фантазия здесь имеет большое значение. Эперу считается медитативным искусством, помогающим найти гармонию с собой, найти общий язык со своим внутренним миром, и каждый рисунок получается в итоге уникальным. Помимо академического рисунка и живописи, мы здесь знакомим ребят с печатными видами графики. В данном случае мы занимаемся делами, подготовкой матрицы, длинной гравюры. Когда занимаешься творчеством, получается, забываешься о том, что ты творишь, и все время находишься в одной позе, мышцы затекают, и поэтому мы решили включить еще гимнастику, йогу. Больше всего мне здесь понравилась роспись по стеклу и рисование песком, потому что это очень интересно, и можно придумывать что-то новое с каждым разом, и развивать в себе фантазию, память и многое другое. Мы хотим не только научить их рисовать, но и научить жить счастливо, научить тому, что мы умеем. Такими же, мне кажется, каждый человек уникален, и раскрыть, помочь это не только ребенку, но и взрослому, и получить какой-то релакс от этого. Вообще, арт-терапия создана для того, чтобы разгрузить эмоциональное полушарие человека. Я здесь присутствую как психолог-психотерапевт, то есть то, что будет открываться в процессе рисования, то, что будут выявляться какие-то внутренние эмоциональные проблемы, вот с этим уже будем работать вместе с художниками. В нашу студию могут приходить дети от пяти лет, учащиеся, студенты подготовки, кто хочет. Потом мы можем получить, давать какие-то коллекционные, какие-то сертификаты, к кому нужно. И также взрослые, кто хочет себя дальше как-то проявить в обществе или сделать подарок близким. Название груши символизирует, получается, фигуру женщины, а если перевернуть фигуру мужчины, и получается, как у нас там в знаке инь-янь, это гармонизация целостного человека. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан подарил слушателям серию уникальных концертов встречи с дирижерами из Германии, России и Израиля. Так совпало, что что не концерт, то открытие. На долго ожидаемой нами сцене это государственный концертный зал Башкортостана. Пробные концерты показали, что от оркестра требуется очень качественная игра. В этом зале такая позрачная акустика. Программа очень сложная физически. Такие полотна, которые требуют просто огромной отдачи от оркестра. Я родился вперёд в Казахстане, вырос в Берлине, и там получил своё музыкальное образование. Сначала я закончил консерваторию как пианист в Берлинской консерватории. И по окончанию учёбы как пианист я заметил или понял, что это для меня недостаточно, что мне хочется большего. И начал заниматься дирижированием. Я довольно-таки сразу создал оркестр. Он сейчас существует уже почти 6 лет. Это юношеский симфонический оркестр Берлина. Выбор программы был такой, что мы были такого мнения, что будет интересно как бы с немецким дирижёром сделать немецкую программу. Тем более такую классическую, как Бетховен и Брамс. Впечатление очень хорошее об оркестре. Он очень меня хорошо принял, он очень хорошо подстраивается. То есть никаких нет претензий. И делает работу очень приятная и лёгкая. Почему вы были дирижёрством профессии языка? Вы знаете, потому что я очень люблю симфонический оркестр. Я всегда любила краски симфонического оркестра, все инструменты. Потому что симфонический оркестр как море, переливается тембр. Вот это мечта была. Конечно, я очень долго зрела женщиной, идти, не идти, долго. Но когда приняла сознательный выбор, то уже всё, пошла и не остановилась, как говорится. Всё, уже стала дирижёром. То есть я к этому решению шла долго. Смогу, не смогу, но вот всё-таки. А до этого я же закончила консервацию как скрипачка, выступала как солиста. Поэтому оперно-симфоническое отделение я закончила. И удалось уже поработать и главным дирижёром, где я, собственно говоря, и звание получила. В Республике Северная Осетия я работала в опере главным дирижёром. Понимаете, управление вещь очень такая непростая, потому что если ты хороший музыкант, правильно чувствуешь музыку, музыканты тоже чувствуют. Я думаю, что дирижёр – профессия более касающая дирижировать души, на котором сюда сердец музыканта. Если у меня после концерта уходить человек уходит, я сумела сделать, чтобы во что-то прекрасно окунулся, я счастлива. Вот во что-то высокое, понимаете. Уже задача дирижёра и музыканта – это творить высокое духовное. Первый раз в Башкирии, первый раз, вы знаете, первый раз в Эфе, и очень понравился город, очень красивый город, такое старинное здание. Замечательный оркестр, прекрасный музыкант, очень чуткий, высочайший класс профессионалов. Очень приятно было работать. Вы знаете, вот с Алексеем Владимировичем Ворониным мы такой проект придумали, он предложил мне приехать, и к 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковска мы выбрали русскую программу. Выбор на симфонию пал, потому что как-то так очень символично. Я с Петербурга, симфонию первый раз исполнялась в Петербурге, вот решили на пятой симфонии остановиться. И Ромео и Джульетта, потому что это тоже особое сочинение в жизни Чайковска, потому что в тот момент, когда он писал эту вертюру, он был влюблен в итальянскую певицу Дезерри Арто. Что пожелаете нашим зрителям уфимским? И благополучия, и чтобы не было войны, и, конечно, чтобы мир был, вот это сейчас важно, потому что творится в мире, вот это я желаю от всей души. И, конечно, прекрасных концертов, чтобы ходили на концерт, на этот оркестр замечательный, просто замечательный оркестр. Это мой первый раз. В России я уже был до этого, в 91-м году. Это были мои гастроли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ярославле. Несмотря на то, что прошло много лет, я хочу сказать, что мои впечатления такие же. Я снова в России. Россия – это огромная могучая страна. Уровень музыкантов, уровень профессионализма впечатляет и по сей день. И я очень рад быть здесь и работать с музыкантами, с оркестром. Фантастическая симфония Берлиоза – это высший пилотаж. Это настолько колоссальное произведение, что действительно выбор его – это правильное решение для оркестра. Когда меня спросили, не против ли я дирижировать фантастической симфонии Берлиоза и работать с оркестром, я сказал, что я не против, но готовы ли вы это исполнить? Потому что это действительно вершина творчества, это действительно шедевр. И директор сказал мне, что да, оркестр справится, и он оказался прав. Я увидел, что музыканты готовы сделать все, чтобы фантастическая симфония прозвучала на уровне. Визит в Уфу – это очень значимый опыт для меня, потому что очень интересно работать с разными коллективами. В вашем оркестре – хороший музыкант. Я чувствую, что они трудолюбивые люди, понимающие и профессиональные. Еще одна немаловажная роль – это художественный руководитель. Как он поведет процесс работы, так оно и пойдет. То есть, как в моей стране – Израиле. Я могу сравнить это с армией. Какой полководец, такая и армия. То есть, все зависит от лидера. Места действия – Ставангер, Берген, Москва. В русском драматическом театре вновь премьера. На камерной сцене представили спектакль «Ставангер» по пьесе современного драматурга Марины Крапивиной. Эта пьеса ставится впервые в России. Моего персонажа зовут Одд Скиолд. Он учитель старших классов, норвежец. Человек, который хочет счастья. Своего личного человеческого счастья. Знакомится с девушкой по интернету, приглашает ее к себе. Но в силу того, что хочет только устроить свое личное счастье, но не их общее, ничего у него не получается. Во все времена такая история была. Но она рассказана на современном материале, современным языком. Очень часто люди пытаются изменить что-то вокруг себя. Им кажется, что если они поменяют среду, в которой они живут, поменяют что-то такое внешнее, то все наладится. На самом деле нужно начинать с себя. Вот, собственно, моя героиня, она как бы начала этот путь, поиск этой гармонии. Вообще современная драматургия, она достаточно откровенная, достаточно такая прямая, без прикрас. Все-таки у нас театр, да, и хочется, чтобы это было художественно. Делать классические какие-то декорации, павильоны здесь не было никакого смысла. Поэтому мы прошли таким путем, скажем, образного представления. Поэтому этот образ здесь представлен в зеркалах все, в отражениях, в стекле, в витринах и так далее. Но есть же жанр русского женского рок, есть жанр русского женского романа, да? Вот я впервые занимаюсь такой историей. И мне, безусловно, нравится. А теперь начнется самое интересное, как это будет смотреть. Сможем ли мы быть созвучными к сегодняшнему дню в этом месте? Потому что театр – это такая штука, он не где-то существует, он существует только здесь, сейчас и сегодня. Таванкер – это тренд теперь. У них там какая-то культурная столица была в 2007-м. В Норвегии это вообще модно теперь? Да, передавала тебе привет. Здравствуйте! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этом передача подошла к концу. Смотрите новые выпуски каждый четверг в 20.30 на канале ЮТВ. Настройтесь на правильный тон. Будьте в курсе культурных событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин